Маленький, маленький, баю-баюшки, баю Приехали, я просила вас оставить нашу семью в покое Оставить в покое? Покой нам, Танечка, только смится То, что я тебе сейчас скажу, Танечка, доченька моя Тебе, кроме матери, никто не скажет, поняла? Никто, никто тебе не скажет Почему? А почему? А потому что я мать твоя Мать твоя, Таня Ты, кроме матери, тебе никто не скажет Я мать твоя, Таня Мать Мама Ну что, мама? Мы для чего с вами разъехались? Для чего? Скажите, для чего? Для чего? Нет, вы скажите, для чего? Скажи, для чего? Нет, скажите вы, для чего? Скажите, я скажу, мама. Для того, чтобы каждый мама жил своей жизнью. Какой жизнью? Жизнь у нас доченька одна. И прожить ее нужно с матерью, чтобы не было больно. Мама! Что, мама? С вами на одной территории никто не уживется и не выживет. Ой! Ой-ой-ой, заговорила. Выживают кошки и собаки зимой. А мы, слава богу, ничего, хлеб жуем. Все нормально у нас. Поняла, доча моя? Так что уж не надо ничего говорить. Вот мне интересно, где выживает сейчас наша старшая моя сестра Валя с кошками и собаками? И где она сейчас хлеб жует? Ой, как заговорила, и где она жует? И где? Ну где? Вы скажите, где? Ну ты скажи. Нет, скажите вы, где? 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 Да нигде. Вот именно, мама. Нигде, мама. А почему? Почему? Сказать почему? Ну скажи почему. А потому, мама, что вы их жизнь личную разрушили. Все искали Вали мужа. Ну, так ведь нашла же. Нашла же. И где этот муж? Ну где, скажи мне. Ну вы скажите, где? Ну ты скажи, где? Нет, где, вы скажите. Да ты скажи мне, где? Нет, вы скажите, где? Да уж ты скажи мне, где. Где, где? 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 В Караганде. Вот именно, мама. От вас все Валины мужья в Караганду уезжали, а их было пятеро. Да и с катертью им дорога, милая моя. В Караганду не уехали. Подумаешь. Зато Валька-то и со мной живет. Ну, с матерью со своей. А ей уже сорок семь лет, мама. Ей надо подумать о своей жизни. О матери сначала думать надо, Таня. Поняла? О матери. О матери. А уже потом о себе запомни. Да, да, да. Да, мама. Вы лучше знаете, кому мозги компасируют? Кому? Своему Филиппу Филипповичу. Месяц уже телевизор на балконе смотрит, есть не просит. Чем это вам Филипп Филиппович-то не угодил? Я не понимаю. Вот за место отца был с Валей. За место кого? За место отца. За место кого он был? За место кого? Но я их хочу. Кому, Филипп Филиппович? Вместо кого? За место он был. Кому? Вместо. Вместо кого он? Кому? Кому за место? Кому вместо? Заскажите вы, кому вместо? Что ты меня путаешь-то? Вместо кого? Кому Филипп Филипп? Сит, носик, носик. Место. Кому. Тесто. Вот вылитый агафон. Вылитый агафон. Батюшки. Батюшки. И отец мой нашелся. Оказывается, агафон зовут. Ой, ну надо же, а я все думала, кто мой отец? Вот мы, мама, и проговорились, ну скажите-ка мне, кто мой отец? Кто твой отец? Кто мой отец? А вот кто мой отец? Твой отец? Мой отец? Твой отец? Кто мой отец? Твой отец кто? Отец мой кто? Кто мой отец? Холодец. Вы уже совсем мама, что ли? Чего что ли? Совсем уже. Я тебе на полном серьезе говорю. На холодильнике установка, холодец он работал, да. Однажды фура застряла, он с тушами был. Но потом, слава богу, фура оттаяла, и он с тушами ушел в лес. Туши нашли, его нет. С вами, мама, вообще никто не хочет сообщаться. Никто. Ой, да кто не хочет. А шехтеры. А что тебе шехтеры? Лев. Софа. Софа. Ну и что? Милые люди. Чем вам шехтеры, соседи, не угодили? А чем мне шехтеры не угодили? А чем они вам не угодили? А чем они не угодили? Они уже на работу четвертого этажа по веревке спускаются, лишь бы с вами, мама, не общаться. Шехтеры, они в цирке работают, им положено по веревке спускаться. Тоже мне говоришь. Так что все нормально, все хорошо. Ну, чего ты? Они же в цирке работают. Для вас, мама, все плохие. И все циркачи для вас. Мать виновата, что весь подъезд дураков и циркачей живет. Все дураки, мама, а вы одна умная. Да, я умная. А вы умная. Да, умная. А все дураки. А все дураки. Вот все вокруг дураки. Все дураки, мать умная, да. И Валера мой дурак. И Валера твой дурак. Дурак необтесанный. Козел без ушей. Мама. Да, мама. Вы меня вынудили. Я сейчас ему наберу открытым текстом, передам ваш текст. Не надо туда смотреть. Как так? Не надо туда смотреть. Это я, Валер. Валер, меня мама просто уже полтора часа мурыжит, оскорбляет тебя, Валера. Уже два с половиной часа меня мурыжит, а тебя оскорбляет, Валер. Где, где? В парке нашла нас с Лесиком. Да. Валера. Что? Да ты что, Валер, так и передать? Вот слово в слово передать. Без купюр. Валера, ты знаешь, я передам. Спасибо тебе, Валер. Да, вот за правду спасибо. Ну что, мама, передать нам, что он сказал, Валера, или набрать его вы сами поговорите? Да, Геннадо, передай. А я передам. Что он сказал? Мама, он так и сказал. Да. Если еще раз гавкнет или мяукнет в сторону нашей семьи, я спущу ее с 17 этажа без веревки и без страховки. Так и сказал. Так и сказал. И знаете, что добавил, мама? Что он добавил? Добавлять? Добавляй. А я добавлю, мой. Добавлю. А он так и сказал. Я, говорит, два раза отсидел и третий раз отсижу. Причем третий раз буду сидеть с удовольствием. А я тебе, Таня, так скажу. Валерка твой хороший мужик. Не мужик, а золото. Я думаю так. Если Валерка сказал, значит сделал. Дарить надо Валерке любовь и радость давать. А я скажу так. Все от бабы в этой жизни зависит. Мама, вот после этого, мама, я вас вообще не видеть, не слышать не хочу. Лесик, покатили. Баба, самое главное в семье. Сказала так. Сплевает, сплевает, сплевает. Летен ты, пусть познешь отца.